День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Депутатов Сейма. Как можно быстрее вернуться на очную работу. И он заявил, что вообще вот работа на удаленке это как бы только во время такой экстренной ситуации. Она уже позади, считает господин Левиц. И сразу после этого спикер Сейма Инара Муница тоже заявила, что вопрос ближайших недель, то есть в течение ближайших недель Сейм вернется в очный режим работы. Андрей, вы в президиуме парламента работаете, что называется, на первой линии. Что вам известно? Действительно ли идет какая-то подготовка к возвращению очного заседания? И почему, на ваш взгляд, так долго депутаты не могли собраться вместе с учетом того, что у вас практически стопроцентная вакцинация? Ну, за исключением там двух депутатов, которые по объективным причинам не присутствуют на заседаниях. Ну, начнем с того, что это не было какое-то неожиданное решение со стороны президента. То есть это всего лишь давление, вследствие давления непосредственно средств массовых информаций, журналистов, общества, в том числе и оппозиции. И президент, который сейчас является самым непопулярным президентом в истории Латвии, пытается заигрывать с обществом и обращается к парламенту, хотя по большому счету, ну, я никогда не знал, что в компетенции президента сегодня надзор за парламентом и обращение как раз в формате наших заседаний. Напомню, что президент был выбран коллекционным большинством и на парламент. В данном случае я бы на его месте больше бы интересовался своими вопросами и занимался бы как раз консолидацией общества, нахождением социальных решений, проблем накопившихся. Чем обращался парламент с такими заявлениями? Очень странное заявление. Я честно его не очень-то понял, так как на протяжении нескольких заседаний мы рассматривали вопросы от оппозиции, которые призывали принять решение о созыве в очном заседании. Теперь я отвечаю на твой вопрос по поводу, почему парламент или президент не принимает решение. Дело в том, что у нас четко согласованная позиция, чтобы мы отменили здесь политические какие-то решения и действовали от рекомендаций специалистов. На этой неделе была встреча в рамках комиссии по социальным и трудовым вопросам, где господиному перевозчику, главному специалисту у нас сегодня, был вопрос, разрешает ли он как... Эпидемиолог, да. Да, эпидемиолог собираться в помещении более 120 человек. У нас 100 депутатов работает, плюс 20 человек технического персонала, который обеспечивает бесперебойную работу парламента, это и документация, это и юридические консультации, это и IT-специалисты и так далее. Он сказал, что нет, что он бы как раз еще подождал бы, и в данном случае, если мы говорим об эпидемической ситуации, то лучше не стало. У нас очень много возрастных депутатов, 55 плюс, поэтому если вы, конечно, политически приняете решение, это будет на вашей совести, но все это не рекомендую. Поэтому здесь как бы решение президиума должно быть не только политическое, но и еще как бы взвешенное для того, чтобы не подрывать здоровье работников и депутатов в возрасте. Ну, я как человек, единственный представитель оппозиции в президиуме, я не скрываю своего как разочарования о том, что мы работаем до сих пор в формате онлайн, то есть через экран компьютера. Мы видим, сколько было допущено ошибок в последнее время и правительством, и министрами конфетными, заверханением, благосостоянием, экономике, где решения, которые просто утверждали в парламенте без дискуссий, они очень часто отзывались очень плохо на людях, на экономике. Я напомню, что очень поздно было запущено механизм с компенсацией населению возросших тарифов на электроэнергию, на тепло, на газ, на все это. То есть я и другие мои коллеги предлагали уже в декабре принять решение в рамках обсуждения бюджета, и мы предлагали снизить налог на добавленную стоимость. В любом случае, было очень уговоренно. Сейчас запустились проекты, которые подготовил Кабинет министров, они немножко опоздали, они не дали возможность нам прогнозировать этот удар, и очень люди сегодня чувствуют некомфортность в связи с тем, что запоздала помощь, и не очень-то она ощутима. Это тоже очень важно. Ну, по реке, вроде бы в январе разобрались, с счетами стало это полегче, но все сейчас боятся как-то получить счета по отоплению и по другим коммунальным услугам. Тем более, что в Риге, я так понимаю, компенсация по отоплению, поскольку они достигли 68 евро за мегаватт, я так понимаю, что рижане особенно этой компенсации на счетах на отопление не почувствуют. Нет, только почувствуют давление большое социальной службы, так как очень много людей, которые находились в пограничной зоне, люди, которые не находились в статусах малообеспеченных, они станут обращаться в социальные службы, и действительно будет большое там как бы поплотворение, которое вызовет опять непонятную агрессию со стороны одних и других. В любом случае, некомфортно будет этот февраль для многих. И я бы предпреждал бы, я просил бы сделать менее универсальные эти пособия, они были бы более вменяемы, если бы помогали людям, которые находятся в пограничной как раз ситуации для того, чтобы не скатывались в нищету, а коммунальные платежи как раз, к сожалению, к этому подведут. Так что, да, заседания как раз очного формата были бы лучше, так как сегодня чувствуется и нервозность депутатов от коалиции, они понимают, что они натворили за последние два года очень много нехороших дел, и они срываются на депутатах от оппозиции, которые критикуют их, включают непосредственно микрофоны, не выключают их из сети. То есть, и вчера это было заседание парламента, ярко выражено на комиссию по этике, сыпятся жалобы депутатов, которые не могут высказаться в рамках комиссии. В любом случае, опросы общественного мнения и результаты этих опросов давят на правильное большинство, они сами чувствуют себя очень комфортно и пытаются как раз через технический инструмент лишить оппозицию голоса. И в данном случае, конечно, очное заседание в зале, они решили бы проблемы хотя бы того, чтобы не было произвола со стороны тех, кто ведет заседание, а это чаще всего депутат от коалиции. Я сейчас задаю вам вопрос и попрошу, насколько это возможно, вам абстрагироваться от того, что вы представляете оппозицию, просто вот как депутату Сейма. Вот такой вопрос, учитывая ваш политический опыт. Мы знаем, что сейчас внутри коалиции идут жаркие споры о том, какие ограничения снимать, когда снимать, договориться не могут, потому что господин Павлюц, Минздрав стоит на таких, ну будем говорить, дипломатически-консервативных позициях. Те партии, на которых давят вот эти вот предприниматели, они говорят о том, что надо быстрее снимать ограничения, договориться не могут. Казалось бы, здесь выход из ситуации, да, у нас парламентская республика, можно наконец перенести решение этого вопроса, я подчеркиваю, решение не просто вот поговорить, а решение в парламент. Почему правящие депутаты этого не делают? Они ведь могли фактически как бы спасти имидж правительства и коалиции, сказать, ну мы демократическая страна, парламентская республика, у нас же все равно большинство, все же под контролем. Давайте мы перенесем дискуссии всем и вернем вот парламенту хоть какое-то влияние. Ну начнем с того, что парламент очень молодой, то есть две трети депутатов, которые работают в парламенте, это люди без опыта, которые проще с народного хозяйства, вошли в политические партии, как каменьша, партию и не очень-то являются лидерами и даже до этого, до депутатской жизни, с лидерами мнения или лидерами о каком-то определенном экономическом сегменте. Поэтому взять на себя ответственность, это большинство боится. Боится, так как они на протяжении трех с половиной лет, пока работает парламент, ни разу не проявили себя. То есть если я у вас прошу обе, назовете ли всю сотню или назовете ли хотя бы десять представителей комиссии, которые ведут довольно активную работу в парламенте, они должны быть известны, за ними взяла отрасль, отчитываются почти всемисти и министерства, вы их не назовете. Это доказывает то, что сегодняшнее парламентское большинство не являются людьми, которые готовы взять контроль над страной. То есть они являются сегодня, к сожалению, только инструментом исполнения тех решений, которые принял Кабинет Министров. То есть министры сегодня у нас не очень-то ответственные люди, я скажу это очень так, как бы дистанцируясь на своих оппозиционных позициях, они действительно не являются защитниками своего отрасли, они действительно не являются людьми, которые могут управлять в сложные времена своими отраслями, поэтому ждать от них каких-то решительных взвесок, решений в момент кризиса, ну, к сожалению, мы не ждем. Все попытки перейти в нормальный формат дискуссии в парламенте, вот хотя бы, потому что ты говорил, что парламентская публика, все рычаги у нас, и депутаты от оппозиции должны помочь, которые более опытные в этом случае и Саскане, и... Жаль, взрывники, да. Да, но дело-то в том, что они не идут на контакт, то есть ссылаясь на всевозможные ограничения по Микрону, по ковиду, у нас перестали депутаты встречаться в неформальной ситуации, то есть не в формальных помещениях, то есть в любом случае нет той дискуссии, которая раньше в предыдущих парламентах рождалась в момент встречи депутатов, на которых возложены большие надежды и полномочия, в рамках нормального разговора, без камер, без журналистов, то есть в формате, что будем делать. То есть в таких форматах предыдущая комиссия по составу вопросов решала очень много вопросов. Да, возможно, они отнимали эксклюзивное право автора на идею, но в любом случае решения выходили очень грамотные, возможно, даже судьбоносные в одном или другом законе. Сегодня этого формата нет, и депутаты не умеют работать между собой. Нет контакта, да? Нет рабочих контактов. То есть поэтому получается, что несмотря на то, что действительно ты прав, можно управлением при слабых министрах, например, перенести центр тяжести непосредственно на лидеров комиссии, лидеров мнений непосредственных отраслей. Предложения, которые, возможно, были бы судьбоносными в рамках даже решения кабинета министров с идеями. Но этого формата нет. Все очень далеко, все боятся. У нас, видимо, какие-то перебои со связью периодически. Андрей Клементьев у нас выходит из эфира и зависает картинка. Ну вот это такие тоже особенности виртуального общения. Андрей, слышите ли вы нас? Да, по-моему, нет связи. Ну что, наверное, сейчас, если связь не появится, мы, наверное, переверемся, попытаемся перезагрузить компьютер. А вот сейчас сам Андрей это делает. Вот сейчас мы вас видим и слышим. Подтверждение рассказанных моих слов. Вот так это происходит на заседаниях Сейма, да? Да, что этот формат как бы надрывается даже у нас, работая со студией. То есть депутаты не могут, не умеют работать в таком формате. Хорошо, но вот у вас есть такая привилегия, если так можно сказать. Вы все-таки в президиуме, поскольку там 4 человека, все-таки общаетесь, я так понимаю, иногда очно. Да, ведь вы приходите на работу, в отличие от многих. Не называя никаких фамилий, вот опять-таки полагаясь на ваш опыт. А вот ваши коллеги из президиума, это все остальные, как вы правильно заметили, из правящих партий, они вообще понимают, что в октябре выборы? Что вот это вот виртуальное общение, когда их никто не знает и никто не видит, и никто не следит за их активностями, может как-то с ними сыграть злую шутку? Они понимают вообще это? Конечно, понимают. Понимают они, и я знаю, что несколько коллег уже не будет даже пробовать стартовать на выборах. Это действительно очень серьезное решение, когда люди, попав первый раз в парламент, принимают решение, что они не будут продолжать эту карьеру в связи с тем, что они не реализовались. То есть не все же, что приходят просто отсидеться. В большинстве все-таки, кто стартует на выборы и выигрывает, они хотят, чтобы их идеи нашли какое-то подтверждение в инициативах. В данном случае, да, разочарование очень большое у людей. То есть некоторые даже депутаты, я не говорю сейчас про независимых, даже, может быть, и не будут стартовать на выборах, да? Конечно, конечно. То есть в любом случае люди, которые объективно оценивают работу действующего парламента, понимают, что быть просто марионеткой в руках министров и исполнительной власти не хочется. Поэтому в данном случае здесь разочарование, чисто профессиональное у многих людей, так как они пришли для того, чтобы жизнь улучшить, для того, чтобы их идеи, которые они обещали избирателям, были бы реализованы, а по большому счету не было возможности. То есть, обратите внимание, в последнее время, два года мы занимаемся утверждением норм Кабинета министров, которые принимаются в таком странном тоже формате. Вы сами видите, как эти заседания Кабинета министров проходят, очень много споров, необоснованной какой-то такой обид, критики. То есть, люди не сработались, пять политических сил были представлены Кабинета министров, либеральные взглядами политики, социал-демократы где-то там посередине были, ну, которые, хоть считая тебя, потом очень консервативные, национально озабоченные. То есть, в любом случае, Кабинет министров был настолько разношерстный, и премьер был настолько слаб для того, чтобы мобилизовать их на национальное решение вопросов. И он же сам был самой маленькой фракцией единства, который человек, 8 депутатов в парламенте. Поэтому в данном случае нам очень не повезло, что в кризисный момент у нас настолько слабый Кабинет министров. И парламент тоже чувствует ответственность за то, что они были всего лишь каким-то непонятным инструментом решения. Мы же сидим на протяжении всей недели работаем, и работаем до 9. Вот вчера было все заседание, вообще, по-моему, после 9 даже вышло. То есть, в любом случае, это ненормальный режим работы, когда мы рассматриваем проекты на протяжении 15-12 часов. Ну, вы сами понимаете, какое там качество работы может быть. То есть, нам больше не дорабатывают до конца, отключаются на середине и участвуют только в нажимании кнопок. То есть, платформа S-SIME, она могла быть только на 2-3 месяца, а не на дополнительный срок. Вот интересно, подтверждение ваших слов. Мы видим, что на прошлом заседании Кабинета министров во вторник, помните, была дискуссия о том, что надо все-таки продлить вот это решение о вступлении в действие срока действия сертификата, простите за татологию, да, и сказали, что вот 15 февраля многие не успеют сделать эту вот бустерную вакцину. Давайте передвинем вот это решение о сроке действия сертификата на 1 марта. Все сказали, давайте, давайте. Минздрав был против. В результате сказали, ну ладно, мы соберемся на этой неделе в другой день и примем решение. Ну, у нас 15 февраля уже во вторник. Сегодня пятница. Ну, может быть, сегодня как-то соберутся. Но это тоже странно, да, что фактически получается так, что решение принимается буквально за 2-3 дня до вступления в СИУ. Это значит, что Сейм тоже должен в пожарном порядке, не знаю, по ночам собираться, чтобы это все переутверждать. Но это то, наверное, о чем вы говорите, что организация труда очень хромает. Я скажу больше, что и качество, получается, из законопроектов очень слабое. Все очень слабенько и очень все как бы... А вот министр юстиции Борденс сказал, что это лучшее правительство. Нет, ну, естественно, человек, который как бы оценивает свои перспективы и понимает, что если он сам себя хвалить не будет, то других не дождется. То есть это тоже объективно. Самое большое падение рейтинга, как у новой консервативной партии, нет ни у кого, даже у Каминч. В данном случае это показывает то, что они обманули своих избирателей, не реализовали ничего, что они обещали. Но это ладно, это их проблема. А по поводу принятия решения, прекрасно мы понимаем, что сегодня зеленого коридора больше нет. То есть люди, которые переболели, болеют сейчас, это люди в том числе с полным курсом вакцинации. И поэтому держать сегодня зеленые коридоры никаких оснований нет. Раньше мы создавали для того, чтобы люди, которые прошли вакцинацию в зеленых коридорах, как бы чувствовали себя более свободно и с менее угрозой заразиться. Сегодня понятно, что по статистике у нас болеют даже вакцинированные, ну, в легкой форме, но больше. Поэтому зеленого коридора, по большому счету, это создание личного припона, который стоит очень дорого бизнесу. А бизнес, эти деньги, которые вкладывают в свою безопасность, перекладывают опять на потребителей. В данном случае, ну, как бы, это неадекватно, и поэтому надо отменять. Что касается софтификатов, ну, для внутреннего пользования в стране мы тоже считаем, что софтификаты уже и жили. Возможно, требуют загониться, возможно, требуют выезд из-за предела Латвии. Но в данном случае внутри страны, тем более при такой большой заболеваемости омикроном, я об этом даже говорил на комиссии, вы представляете, что до конца же еще непонятно, в момент бессимптомного заболевания омикроном, если ты получаешь бустер, не может это повлечь какие-то тяжелые осложнения. Для иммунитета, кстати говоря, да. Да, поэтому мне там, как бы, врачи пытались доказать, что нет, но мы же прекрасно с вами понимаем, что в момент заболевания никто не делает вакцинацию от той болезни, которая болеет. А в связи с тем, что у нас очень большие проблемы с этим сегодня, с тестированием, то есть в большие очереди мы не можем обслужить всех в лабораториях, а тесты, к сожалению, которые находятся на территории Латвии сегодня не очень адекватно, показывают результат. Мы это видим тоже в том числе и по школьным тестам, когда они не спасают, а последняя информация в средствах массовой информации доказывает, что эти тесты с нулевой эффективностью. То есть, по большому счету, ну, давайте сделаем так, что сертификаты отменяем на какой-то определенный этап или вообще отменяем для внутреннего пользования по стране зеленых, отменяем и работаем в режиме, что каждый уже человек уже за эти годы уже принял решение, как он относится к этой заболеваемости. Дело в том, что, почему я говорю по поводу лидеров? Министерство экономики, они прекрасно понимают, что выход из пандемии у эстонцев и у литовцев намного лучше. У них внутренний валовый продукт растет быстрее. У них обеспокоенность за будущее среди бизнесменов меньше. Инвестиции вливаются намного быстрее и возвращаются в нормальный режим. То есть, мы теряем опять конкуренцию в балтийском регионе. Не говорю, что мы по поводу проигрываем, в данном случае наша реакция латвийских властей на выход из пандемии, то есть, как можно раньше мы принимали решение, они разразятся непосредственно к концу года, когда мы будем сверстывать бюджет. То есть, чем позже мы выйдем из этой ситуации административными методами, тем хуже будет для бюджета 2023 года. Да, вот перед тем, как мы перейдем к близкой для вас такой социальной теме, в которой действительно вы эксперт, все-таки возвращаясь к тому, с чего мы начали, значит, насколько я понимаю, исходя вот из того, что вы сказали в самом начале по поводу рекомендации эпидемиолога, вероятно, все-таки не на следующей неделе вы еще не выйдете 7, я имею в виду, на очное пленарное заседание? Мой прогноз – март. Только? Когда будет отменена чрезвычайная ситуация, да? Да, и, скорее всего, будет в каком-то усещённом режиме, будем работать меньше часа в зале с масками, понимаете, даже вентиляционная система, это историческое здание, она не допускает долгое нахождение депутатов в зале заседания в таком большом количестве, так как не справляется вентиляция, и у нас стоит оборудование, которое доказывает, что необходимо будет чаще делать перерывы, проветрить помещение, но в любом случае это будет как бы работа очная, но с большим, как бы, очень сложно будет работать, но ладно, мы к этому готовы, в любом случае выход в очное – это много лучше, чем заочное, но будет очень как бы сложно было привыкать. И еще раз говорю, что если мы говорим о бессимптомных, даже тестирование не спасет нас, и не исключено, что при 120 персонах, которые будут нахождать в зале, какая-то часть из них будет, до 10% будет все-таки носителями микро. Вот все-таки вы долгие годы работаете, я думаю, наши радиослушатели это помнят, в комиссии СИМа по социальным делам, действительно, вот социальная тематика вам близка. В самом начале вы тоже упомянули о том, что вот те, кто раньше, то есть может стать большое количество тех, кто раньше не получал этого статуса, мазного трошината и малообеспеченный, я сейчас про нищих не говорю, труцегия, да, то сейчас они вроде бы попадают из-за инфляции. Не кажется ли вам, что пора эту систему чуть-чуть пересмотреть, сделать ее более гибкой, и тех, кто не квалифицировался, простите за такое слово, на малообеспеченного, теперь должен квалифицироваться и может тоже претендовать на то же пособие по оплате коммунальных от самоуправления? Да, спасибо за вопрос. Действительно, все последнее время я пытаюсь найти инструмент для того, чтобы людей, которые находятся на границе сегодня между нормальным состоянием... И малообеспеченности, да. Как-то вы видите, и я считаю, что очень несправедливо по отношениям к людям, которые получают пенсии, то, что сегодня они обесцениваются сумасшедшей скоростью. Напомню, что пенсию фиксируют и назначают один раз в жизни, ну, по-большому еще чаще всего так они получают. Есть всевозможные другие инструменты, ну, в львину из своей доли, и люди как бы не могут другими заработками, другими какими-то инструментами нарастить эту пенсию, то есть она находится в констанции. И то, что сегодня, я специально открыл интернет, 8% потребительский рост цен в Латвии, то есть реально в корзине пенсионера, который больше привержен к продуктовой корзине, плюс коммунальной, плюс там... Да, это уже не 8%, а 30, наверное, все. Да, я думаю, что там очень большой прирост. Поэтому я сегодня смотрел и разработал на этой неделе законопроект, который предложит Министерству благосостояния индексировать пенсии два раза в год. То есть я хочу, чтобы покупательская способность сегодняшней, даже низкой пенсии, не падала в рамках большого инфляционного процесса. То есть для того, чтобы все эти инфляционные проблемы, которые связаны с ним, они компенсировались индексацией пенсии. То есть для чего была придумана индексация? Для того, чтобы в рамках жизни человек покупательская способность в пенсии не падала. То есть все, что как бы экономически обесценивается, это происходит, к сожалению, постоянно, компенсировалось им в виде индексации. Такая норма была в 2002-2005 год, 2008 год. Были заложены в закон инструмент, который позволял при инфляции больше 5% индексировать два раза. Осенью и весной. Я хотел вернуться к этому же формату и написал законопроект, разработали и уже подготовлена аннотация почти. В ближайшее время она будет подана в парламент для рассмотрения. Я связывался с специалистами Министерства благосостояния, которые говорят, что да, такая форма возможна, так как они тоже заинтересованы, чтобы покупательская способность той пенсии, которую получает сегодня пенсионер, не обесценивалась. Поэтому, по большому счету, это нормальный инструмент, что при инфляции больше 5% компенсационный инструмент был бы реализован для того, чтобы это все... Естественно, это хотя бы начало разговора, так как очень сложно это рассчитать, очень сложно сегодня моментально запустить, но они готовы к этому делу. Это как раз к тому, что мы сегодня должны не дать возможность людям стать нищими. И людям, прежде всего пенсионерам, которые, по большому счету, не заслуживают, так как они честно отработали все эти годы и имеют право на достойный образ жизни. И сегодняшние проблемы экономические, связанные с ростом тарифов и роста цены газа, электричества и всего остального, не должны отражаться на их жизни, на качестве жизни. Поэтому в данном случае я очень хотел бы, конечно, чтобы это было понято не со стороны, там, при выборной нашей позиции или каких-то там оппозиционных позиций, для того, чтобы, действительно, не дать массовое обесценивание жизни для людей, которые находятся на пенсии. Я сегодня смотрел в интервью последнего министра, он там ссылается на то, что... Вы имеете в виду министра благосостояния, да? Да. Он активен был на этой неделе, особенно в русских СМИ, и обещал, что наши договоренности, он называл имя и фамилия, с кем он договорился со мной, о том, что все-таки компенсации за трудовой стаж, которые были обменены с 2012 года, с 2019 года, они будут возвращены в 2020 году. То есть будем надеяться, что он отвечает за свои слова и не зря воспоминает нашу договоренность. Но это уже мало, понимаете? Даже те механизмы, которые сегодня разработаны, эти 20 евро для 60+, кто прошел вакцинацию, и 20 евро плюс для тех, кто пенсионер, как компенсация за прирост коммунальных платежей, эти 40 евро, они временная норма. То есть даже если мы относимся к ним очень скептически, эти нормы, мы считаем, что не компенсируют ничего, они по-большому, то они в любом случае через 4 месяца не будут работать. То есть мы столкнемся, что будут задолженности по коммунальным платежам, будут задолженности перед поставщиками какой-то энергии, а закончатся помощь, и люди опять окажутся, даже в летом, без этих больших счетов за отопление, очень тяжелое состояние будет погашать задолженность, которая накопилась за зимний период. Вообще у меня такое создается ощущение, что нет никакого плана у правительства по выходу из пандемии, я не имею в виду с точки зрения ограничений, а с точки зрения вот таких последствий экономических, социальных, вот сейчас же говорят медики о длительном ковиде, о последствиях после ковида с медицинской точки зрения, но у нас же будут и экономические последствия, и социальные, посмотрите, как растет внешний долг страны, инфляция, рост тарифов, это же все надолго, это ведь сегодня, завтра не закончится. Я совершенно согласен, что мы за два года прирастили свой долг в сумасшедших размерах, то есть у нас такие деньги никогда не были освоены экономикой, и дело в том, что при освоении большого количества финансовых возможностей, то есть долговых, мы не стали счастливее, то есть экономика в Латвии не перешла в лидирующие позиции, то есть кроме инфляции, вливая деньги, не заработанные в экономику, мы ничего не получили, и я скажу, что эти 500 евро, которые были в прошлом году были выделены для детей, и 200 евро помощь пенсионерам, они к большому счету не отразились на их личном благостании, они были просто съеденными за счет того, что экономика стала дороже, все стало кругом, у нас цена на бензин стала, по-моему, космическая, товарах, ну да, космическая, но на 3 точно стало больше, поэтому в данном случае это только начало, как только сегодня будут создаваться много новых продуктов, они будут перекладывать всю свою цену за то, что сегодня стало дороже, и поэтому я считаю, что да, необходимо принимать долгосрочные какие-то позиции по помощи, поэтому мы предлагали ПВН сократить в некоторых базовых продуктах, поэтому мы пытались убрать ПВН с услуг, которые оказывают компании по обеспечению жизнедеятельности человека, то есть в данном случае мы даже копируя польские примеры, потому что поляки пошли на это, и на другие наши партнеры по Восточной Европе, то есть в данном случае они пытались вот этим экономическим инструментом снять давление с населения, правительство у нас такое как бы очень странное решение принимает, они пытаются универсальными пособиями решить все проблемы, при универсальных пособиях то есть все мы поровну, это как бы не очень правильно, потому что мы должны помогать как государство людям, прежде всего, которые находятся в положении сложных, или тогда переходить к более сложным схемам решения проблем, как, например, налоговую, то есть мы должны были снять налоговое время на рабочую силу, для того, чтобы помочь бизнесу выйти, или снять проблемы по приобретению продукта, сняв какие-то позиции по ПВН, просто раздавая деньги в данном случае без других инструментов налоговых, мы как бы не достигнем результата, мы потратим просто очень много денег, в данном случае, я считаю, что правительство действительно пошло по наиболее наиболее сильнейшему пути, который, к сожалению, краткосрочный, на один месяц может решить какую-то проблему, но не поможет нам стать лидерами по выходу из пандемии, о чем мы в начале передачи говорили. Да, вот еще интересно, тот же Минздрав, наверное, должны понимать, что если они опять предлагают резать их хвост по кусочкам, ну, к примеру, с 1 марта, не знаю, пускать в магазины без сертификата, но не пускать, допустим, в кафе и рестораны, это значит, что опять бизнес общепита обратится за компенсацией, то есть такая бесконечная история, кто за все это будет платить, тем более, что уже в борьбе с омикроном это не имеет никакого значения, да, где человек подхватит вирус, в кафе, на улице, в ресторане. Да, и самое сложное, что если мы говорим про рестораны, гостиницы, все, кто обслуживал туристов, они сегодня находятся в очень плохом положении не только из-за того, что их коснулось пандемии в предыдущие месяцы, но и еще позднее открытие рынка они проигрывают конкуренцию другим Балтийским регионам, то есть в данном случае Эстония и Литва, они принимают сейчас уже больше туристов, чем мы, самое странное, что оживились даже их аэропорты, которые по большому счету мы никогда не считали их уже конкурентами, литовские особенно, а сейчас у них там оказалось три уже аэропорта действующие, они принимают довольно большое количество туристов, и они уже как бы могут уже и расширить свою инфекцию, тем самым мы даже в своих позициях, которые изначально считались лидерами, то есть Рижский аэропорт был лучше в регионе, Аэропорт был лучше в регионе, мы даже в этих позициях начинаем терять, и догнать их будет очень сложно, в данном случае, да, действительно, гостиницы, туристический бизнес, рестораны, кафе, все, кто работали с туристами, кто делал сувениры, они сегодня находятся в очень тяжелом состоянии, и просят Кабинет Министров облегчить обслуживание иностранцев, как по большому счету делают наши братья эстонцы-литовцы. Да. Что касается, может быть, такой последний вопрос, если можно коротенько, вот то, что мы говорили, вы уже упомянули, что отдельные депутаты даже настолько разочарованы тем, что, ну, ни на что не могут повлиять, что даже обдумывают, и не стоит ли им вообще завершить политическую карьеру и не баллотироваться в следующей степени, с одной стороны. С другой стороны, нет ли такого ощущения, что многие, по крайней мере, представители правящих партий, может быть, не называя их, они уже пришли к выводу, что, ой, ничего же, в принципе, не изменится. До октября все забудут о каких-то там локдаунах, которые были, других мучениях, и все равно за нас проголосуют. Может, они уверены, что ничего не поменяется в следующем семье? Политический обозреватель уже с 30-летним стажем, не больше, прекрасно понимают, что это бы сработало бы, возможно, при других обстоятельствах. Сегодня в Латвии нет ни одного человека, у которого нет мнений по поводу политических процессов в Латвии. Каждого человека в Латвии коснулись те вещи, которые разрабатывал Комида Министров. Каждого нашего жителя в Латвии коснулось проблемы с масками, с вакцинацией, с QR-кодами. Все мысли. Раньше была довольно большая часть населения в Латвии, которых, по большому счету, не касались политические решения. Они жили в частном бизнесе, они работали как самозанятые лица, они работали у вратодателя. То есть, по большому счету, коммуникация с властью у них была минимальная. То есть, если он, по большому счету, молодой человек в возрасте 35-45, он вообще мог автономно жить, не обращаясь ни в социальные службы, поплатил налоги и чисто жил, как ему хотелось. Сегодня, в рамках этих сумасшедших ограничений и неправильных решений, каждый житель Латвии имеет какое-то мнение по поводу того, что понравилось, не понравилось ему решение коммуникатора. Настолько оперативно было решение принято по одному или другому вопросу. Стояло ему в очереди на вакцинацию. Поэтому, следующие выборы, они будут настолько шокирующие для всех, что я бы вообще не испытал ни на дне опроса. Так как, если все люди, которые имеют мнение и которых коснулась как раз эта проблема выход Латвии из пандемии, в ходу до пандемии, сходят на избирательный участок и проставят оценки, кто как реагировал, кто работал, то у нас вообще по большому счету может открыться новополитическая эра. Потому что мы прекрасно видим все партии, которые на протяжении 25 лет руководят Латвии, в этой сложной ситуации они просто втянули нас в такие сумасшедшие аферы, такие сумасшедшие были у нас потери экономические, имиджевые и так далее. То есть, что страшно дальше жить. Я напомню вам, закупка масок, которые были неэссортифированы, закупка вакцин, которые мы опоздали, сумасшедшие очереди на вакцинацию. Забыли про пенсионеров, когда делали рекламные кампании по вакцинации. Забыли русскоязычное население оповестить, что где и как. Потом сейчас тесты в школах распространяются, закупленные за 4 миллиона, которые, к сожалению, не показывают противоактивность ноль. То есть, если это все население придет и оценит, к сожалению или к счастью, нас ждут большие перемены. Ну что ж, посмотрим. Тем более, ждать-то осталось этих перемен. Не так-то долго, до первой субботы октября. Андрей Климентев у нас был на прямой связи, секретарь президиума Сейма. Большое спасибо. Спасибо.